32-летний рабочий пострадал в результате крупного пожара на улице Автосервисная. Сегодня утром на территории бывшего завода ЖБИ-3 загорелись 12 емкостей с химическим составом. Эту территорию арендует частная ферма, занимающаяся производством красок. Горели как раз их компоненты. Учитывая сложность обстановки и опасность взрыва, спасатели объявили четвертый повышенный номер вызова. На месте происшествия был Айрат Назипов. Густой черный дым растянулся на несколько километров и был виден едва ли не во всех районах города. Сообщение о пожаре на территории бывшего завода ЖБИ-3 поступило на пульт единой диспетчерской службы 112.5.9 утра. На место происшествия выехали все экстренные службы города. На данный момент спасатели заливают пеной, емкостью, жидкостью. Объявлен четвертый номер вызова. Несмотря на это, эвакуация не проводилась. Услышав мощные хлопки, местные жители самостоятельно покидали дома, предварительно забрав документы и ценные вещи. Мария Змудина живет здесь с рождения. Все, что производит на этой территории, последние полтора года, говорит, вызывает у нее одни беспокойства. У нас апокалипсис каждую неделю. Вот честно. То воды нет, то света по пять суток нет. Сейчас вот этот вот, как говорится, взрыв, пожар случился. У нас вот здесь тоже вот топливные коллекторы. Тоже как бы стоят уже сколько лет. Мы живем как на пороховой бочке. Мы не знаем, где, что, когда случится. Как рассказали местные жители, около двух лет назад помещение завода арендовало частное предприятие. Такому соседству люди были не рады. Там химию какую-то делают, потому что 80-кубовые бочки приезжают, бензовозы наподобие. Они сливают какую-то химию, дышать было нечем. В город писали, писали администрации, толку ни хуя не было. Прямо у подножия поселка, мустотряд 3, где примерно 50-60 семей, тут открыли вот этот лакокрасочный, видимо, какой-то цех. Потому что очень пахло сильно пропаном, газом. Мы этим дышали уже довольно-таки давно. По предварительной версии, на территории бывшего завода производили краску. На предприятии имелось порядка 300 кубометров горючей жидкости. Полыхали как минимум 12 из них. Это ацетон, изобутунал и тлуол. Наверняка это нарушение возможного технологического процесса. Возможное растекание. Возможное неосторожно обращение с огнём. Равные вещи будут прорабатываться, изучаться. Пожар был потушен в 9 часов 41 минуту. В результате инцидента пострадал 32-летний работник частного предприятия. Мужчина был госпитализирован с ожогами голени и спины. Айрат Назипов, Константин Бушуев, Вызов 112.